Привет! Добро пожаловать! Сегодня у нас понедельник, а значит мы играем с тобой в хорроры. А в данном случае игра холодная. Может быть, у кого-то, конечно, где-то уже идет снег, но у нас бабье лето, и это офигенно, это хорошо. В октябре, когда приятная погода, тепло, это класс, это еще немножечко остатков лета у нас с тобой в душе осталось. А значит, о чем игра? Это второе, что ты спросишь, после как дела? Игра не про метель, игра про маньяка, если что. А значит, давай разбираться. У нас есть парочка чуваков, зовут их Алан, Адель и Эмили. И кто-то еще в разработке. Так, будем играть за Аланом, потому что Адель у нас недоступна. Перехитрите маньяка и сбегите из дома! Хорошо, я просто сейчас что-то подзавис, потому что не могу понять, экран мерцает или это у меня какие-то глюки. Хер его, короче, знает. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. А снег был желтый, и потом я проснулся. Мы знаем, мы знаем, как эти истории обычно рассказываются. И понял, блядь. Там кто-то лает. Если тут есть собака, значит, нам уже грустно в этой игре точно не будет. Итого, начинается все с того, что я сижу в клетке. Это что, отмычка? Это не отмычка, это такая штука типа шпильки, я так понял, да? А, отмычка, бля, не попал. Мимо кассы. Так, отмычка. Ну, понятное дело, что отмычкой надо открывать замок. Логика, блядь. Где твоя логика, когда ты играешь в Мангас, мать твою? Ладно. Давай смотреть, значит. Заперто. А у меня какой-то инвентарь или что там у меня есть? Все понятно. Нужно выбираться отсюда. Ну, вот это то. Знаешь, судя по озвучке, мне кажется, там сидит такой. Надо выбираться отсюда, блядь. Надо выбираться. Надо что-то делать, чтобы этот мир стал лучше. Так, я сидел в этой маленькой клетке. 220. Напряжение типа, да? Блядь. 10 по мне. А, если он бы дал мне 220 металлическую клетку, то я бы здесь тупо, наверное, бы зашкварился, блядь. Сгорел бы нахер. Просто как какая-нибудь, не знаю, поджаренная корочка, сухарик. Так, на улице метель. Теперь хотя бы понятно, что название игры совпадает хоть как-нибудь с названием и происходящим здесь. Тут цифра 8. Бесконечность. Мы знаем, что восьмерка – это знак бесконечности. Пик. А, это пик, пик. Пик, пик, пик. Хорошо. Это мы поняли. Чертеж Кирочки. Ой, 13 декабря, 2013 год. Утро, день, ночь, вечер. С 10 по 20 на улице сильный ветер со снегом. То есть, если ты планируешь сбежать, то ты типа должен понимать, что, блядь, если я сбегу, там же холодно. Надо, может, под штаники надеть или что-то теплое с собой взять. 14 написано. А сегодня 14. Сегодня 14. А влажность, атмосфера. Нахер нам это надо, я пока не понял. Ну, видимо, это очень ценная информация. Я не буду ей пренебрегать, что это там лежит такое. А, это просто текстура. Зажатый ключ в тисках, блядь. Ну, шутки про соски и тиски у нас были довольно часто на протяжении очень многих лет. Так, а где маньяк, блядь? Он забыл, что ли? Не понял. Не поддается. Может быть, еще раз попробовать? Ну, давай, братан. Блядь, там что-то упало. Что это за шляпа? Это письмо в Хогвартс. Помнишь, как Гарри Поттеру, оно тоже так упало на голову? Пожарный шкаф закрыт на ключ. Я пломбирован. Ключ за стеклом. Огнетушитель. При пожаре разбить стекло. Взять ключ. Открой шкаф ключом. Возьми огнетушитель. Пёрни... А, дёрни чеку. Отправьте сопла в огонь. А, направьте. Я понял. Так, значит, вот оно. Вон там ключ, типа, да? Ключ за стеклом, блядь. Но там такое маленькое стеклышко. В принципе, его можно было бы хорошо так ебануть локтем. Или, например, вот так втащить. И все было бы нормально. Но тогда бы я порезался. И маньяк бы, почуяв запах крови, наверное, пришёл бы и разделался бы со мной. Ха-ха. Хуй там плавал. Дверь с электронным замком. А я знаю, что в деревнях, знаешь, ещё при Петре Первом, наверное, такие вот двери в хибарках, блядь, в хижинках. Но здесь дверь с электронным замком. А, я понял. Я сначала хотел немножко угарнуть, типа, где, блядь, этот электронный замок? Может, он встроен в саму дверь? В каркас? Ну, потом я увидел вот эту вот незамысловатую вот эту линию, которая идёт сюда. И тут 220 вольт. И тут что-то надо делать. То есть, короче, у нас комната, из которой надо выбраться. Я даже осип немножко. А, он наверху, блядь. Точно. Ну, да, я что-то подумал, мы в подвале в каком-то с саном. Так, хорошо. Давай соберём семёрка. Семь, восемь. Блядь, а что за цифры? Вспоминаем, как это самое алфавит... Не алфавит, а табличку умножения. Пять. Девять. Так. У меня есть отмычка, это хорошо. Это уже хорошо, я могу, в принципе, ему в глаз тыкнуть. Я бы мог его убить. Давай осматриваться. Здесь прикольная, мне нравится идея, концепция этой игры в том, что я, типа, должен найти какие-то здесь подсказки, чтобы выбраться. Тут заперто. Это даёт питалово туда. Нахер это надо? А-а-а-а! Я не заметил сразу, что это. Обрыв провода. А чем можно перемотать? Пумычкой вряд ли, это тупо. Мне надо какой-то, видимо... Чем обычно провода? Ну, типа, этот... Плядь. Как она называется, вот это непроводящее электричество херико? Ну, короче, чем-то обмотать надо. А, это я понял. 14. 14. Так, соображаем, что делать? Чего? Чем-то разбить надо, да? Календарь 2013. Опа! Опа! У меня есть календарь, чтобы я не забывал, о каком году я. Скобки. А там часть... Это чего? Это, наверное, рукоятка, прибитая скобками к стене. Это вот эта часть кирки, да? Хорошо. О-о-о! Молоточек. Блядь, всё! Теперь можно не решать загадки, а просто дождаться, когда маничелла к нам заходит. Пиздык по голове, блядь, молоточком. И всё. И мне кажется, нормально. Но, наверное, молоток используется вот здесь, да? Чёрт. Что это за шум? Ой, блядь, 25. А в смысле? 25 секунд, вы что, дураки, что ли? Блядь. И что делать? Прятаться надо? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Как ты это, блядь, сделаешь? Пол помоешь здесь? Или типа... Ай, дурак, блядь. Если я правильно понял... Если я правильно понял... То я типа штамм взаимодействовал с вещами, да? Я должен был закрыть, наверное, вот эту хуету. И там с потолка что-то упало. Надо было, видимо, наверх забрать это, да? Да. Ну это, блядь, серьезное дерьмо. Надо быть готовым к этому. Я понял. Если это так работает. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Я сказал, это не просто так. Эта верёвка не могла упасть сама. В смысле, блядь? Земное притяжение, дебил. В маске клоуна. А-а-а. Слушай, я знаю, в чём прикол. Я, кажется, понял. Значит, если я вдруг лажаю, то я могу, наверное, как-то отключить Питалова 220 к камере этой. Ну, то есть там я замотаю проводку, да, а там где-то разорву. То есть он так ебанёт. Я такой... Актёра включу в Декаприо в себе. И типа дамаг не буду получать. Ну, это как предположение. Надёжно запёрто. Он меня не обыскивает. Он не смотрит, есть у меня что-то с собой или нет. Нахер это ему надо? Этому грёбаному маньяку. Всё, я понял. То есть теперь при каком-то любом шуме или какой-то херне я должен всё... Он заметил, да, что это упала херота. Так, календарь. Ладно. Предположим, у меня вот этот маленький ключ. Отчего он? Отчего этот маленький? Так, там это уже нам не надо, в принципе. Я думал сначала, что это типа на чердак. Знаешь, так опускаешь верёвочку и типа залазишь наверх. Дверь с электронным замком. Куда ключ надо? Так, здесь вот это вот надо разжать. Это мы поняли. Окей. Ключ, маленький ключ. Коробки я смотрел. Коробки... Вот это, наверное, да? Так обычные инструменты хранят. Ох, ебай. Можешь закрыть её? Молодец. Умничка. Хороший мальчик. Так, у меня есть изолента. Изолента? Хм, ну в принципе да. Может быть и так. То есть теперь получается, что... Если я сделаю вот так... А, нет, подожди, стой. Этот кабель ввёл сюда. Оп, работает, ебалуша. Так, меню управления, авторизация. Войти, блядь. А, в смысле, я пароль не знаю. Какой пароль? Какой пароль? Не знаю, подожди, надо поискать. Я так понял, что, наверное, вот эти цифры здесь не зря были записаны. Здесь, если загадки есть, то они, в принципе, очевидны. Хотя бы понятно, что эти цифры надо как-то сопоставить и понять, что делать. Тут была записка. А я не открывал, я не успел. Так, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Блин, здесь это был не мистер Макс. Он бил меня током, но то, что его что-то отвлекло, он ушёл в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надёжно заперта, но я нашёл другую с кодовым замком. Вот она, справа типа у нас. Я смог взломать терминал и открыть её. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашёл путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, запад, восток и юг. Север, запад, восток и юг. Интересно, ну это понятно. Значит, мне нужно просто понять, где север, где запад, где восток и где, мать его, юг. У меня, кстати, есть пила. Пила по металлу. Молоток у меня пропал. Хотя странно, что молоток-то пропал, это ненормально. Так, эту херню не надо забирать, да? Он типа не парится по поводу. Так, подожди. Наверное, вот это погода. А, ветер северный. Ночь, утро. Ветер северный, блядь. Как я... У нас типа сейчас что? День, день. Часов же здесь как бы нет, поэтому... Но ветерочек-то северный. Ветер оттуда. Смотри, оттуда справа. Типа налево, да? Да, то есть получается... Значит, пять это север. Блядь, дедукция, нахуй. Это все Амонгас, наверное, дает свои плоды. Ну, наверное, так. Мы типа должны были сопоставить. Да, вон 14 день. Ветер. Ну, вроде не в нас. Вроде от нас. Типа параллельно нам и, да, дует ветерок. Ну, давай предположим, что пять. Какие там надо было? Север. Север, запад, восток, юг. Так, север. Значит, пять. Запад. А, запад слева. Нормально. Нормально. Так, пять, восемь. Запад, юг. Пять, восемь. Девять. Пять, восемь, девять, семь. Давай попробуем. Так, пять, восемь. Девять. А, тут так нельзя, что ли? Пять, восемь. А, молодец! Молодец, Башка, молодец, нас сообразил. Добро пожаловать в панель управления. Лифт-дверь. Там в записке было сказано, что лифт находится в ванной, там потайной какой-то проход, что-то такое, да, Макс написал нам? Дверь сначала, да? Дверь открыта. Окей, хорошо. А через эту панель я, типа, открыл дверь. Давай пойдем глянем. Он как приходит? Он по скрипту приходит? Или вот я сейчас сюда зайду, типа, блядь, что там за шум такой? Надо пойти проверить свои дебильные маски клоуна. А тут ветер уже в другую сторону. Так, давай осмотримся, что есть подлезного. Люблю я это дело, блядь, лутание. Оно такое душевное, такое, знаешь, наше прям чувствуется. Что, взял, блядь, палку ссаную? А, это дверной засов. Я мог отколотить, в принципе, любую здесь палку. Туалет. Крышка унитаза привинчена на винты. Вижу. Ну, так обычно не практикуют такую шляпу. А где проход? Здесь, что ли? Это как в тюрьме. В каком-то фильме была такая шляпа, я помню. Они там, по-моему, за туалетом. Они повесили плакат. И там они прорывали, короче, выход себе в другую камеру. А из той камеры можно было выйти в какие-то... Короче, между камерами и стенками тюрьмы. Там такие, знаешь, как бы сказать, технические коридоры. И они туда пытались как-то выбраться. Бля, я туда руку не опущу, сука. Это очень стрёмно. Это очень стрёмно. Да, вон, смотри, отколото. Так, стекло разбито. Цепочка. Раковина привинчена к стене болтом. Мне нужна отвертка. Мне нужна отвертка. Так, подожди. У меня есть засов. А нахер мне засов? Наверное, понадобится потом. Так, здесь я смотрел. Здесь я смотрел. Давай просто думать, что у нас осталось из загадок, чего я не сделал. Лифт. Это потом. Здесь нигде я лифта не вижу, потому что у меня нет отвертка, кстати. Гаечный ключ. Блядь, фонарика нет, но тут так периодично, конечно, надо всматриваться. Койко-место. Может, в ящике реально где-то лежит. Отвертка, отверточка. А где ты, маленькая моя? Понимаешь, вся проблема в том, что она реально маленькая. И ты ее хер... А в Ване что-то было, кстати? Я что-то ходил, блядь, бродил. Я ходил, бродил и ничего не нашел. Что это? Сливное под плиточками. В какой-то игре, я помню, где-то под плитками что-то лежало. Так, это уж... Блядь, дебил. А нет, он не может, да, этой? Пила по металлу. Там такая цепочка, она маленькая. В принципе, она такая, как и рэперы носится в их клипах. Поэтому можно было бы спокойно ее перерезать. Но нет. По-моему, там ходит, слышишь? Что это за говно? А, это открыть можно, блядь. Я думал, это тексту... Твою же мать. Блядь. Блядь. Так, тихо, 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 тихо. Дверь, дверь. Закрыть. Быстро, быстро, нахуй. Вырубил, вырубил. Вырубил клетка. Что я сделал? Что я открыл? Вот это. Вот это закрой. Дубил. Блядь. Десять секунд. Быстрее, кретин. Быстрее, быстрее. Ой, сука, я уже вспотел, нахуй, от этой игры. Я закрыл там, я закрыл здесь. Я вроде больше ничего не брал. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Мне нравится его озвучка. Надо было тоже так. Что-то здесь не так. Что тут не так, блядь? Маской давить тебе на лычу, ну ёба. Значит, я всё правильно сделал. То есть, я что-то так, знаешь, вот, когда в такие экстренные моменты ты как-то быстрее начинаешь думать, и типа, адреналин, он повышается. И это заебись. Итого. О, у нас есть дверной засов. Хорошо, хоть не сливной бачок. Так, ладно. Значит, 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 там что-то упало. Там что-то разбилось. Давай, откроем ещё раз эту дверь. Открывай, открывай, открывай. Ай, молодец. Ай, молодец. Так, эту мы решили загадку. А что там было? Нихуя там не было. А, было, было, было. Это что? Рукоятка. Рукоятка. Рукоятка, рукоятка. По-моему, я понял, откуда. Сейчас, подожди, мы закроем. Я лучше подстрахуюсь. Подстрахуй. Уй. Уй. Закрывай. Закрой. Ты дебил? Во, молодец. По-моему, здесь была, да? Она просто синяя. Я вспомнил, что синяя шляпа здесь была вот эта. Во, красава. Сейчас он упадет, блядь, и он скажет, что там за шум? Надо бы пойти проверить этот шум. Качественный ключ. Но это туалет. Это, скорее всего... Так, смотри, мы должны с тобой как бы заранее все понимать. Что я здесь открыл, что я здесь закрыл. Все нормально, да? Все заебись. Все хорошо. Так, открывай дверь. Давай пойдем. Пока нормально идет. Пока мы себе мозг особо не ломаем. Ну, слава богу, что определили, где север, где запад, где юг. Так. Гаечный, 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 гаечный. Вот это, наверное, да. Вот это. Оно на одном, что ли, Иван? Вот, смотри, странная плитка тоже такая. Видишь, какая-то коса. Вот! Вот это, наверное, то, что Макс в записке сказал. Но он, типа, успел поработать строителем, как бы, и он ее заложил. Ну, то есть, заложил, чтобы маньячина, видимо, его никак не смог поймать. Так, подожди. Подожди, 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 подожди. И нахуй это надо? Кирпичная кладка, я понял. Я понял. Но молоток-то у меня пропал. Там, в принципе, вряд ли Макс несколько слоев положил, да? То есть, в принципе, молотком, но это сразу палево. Он сразу придет и будет нас пытать током. Води. А как воду слить? Можно как-то? Вот вода не сливается. Паутина. А, все уже, дверной засов только остался, блядь. А пилка... Бля, подожди. Что это? А, это магнитный замок. Там что-то есть наверху? Показалось. Понимаешь, я такой глазастый чел. Я могу что-то пропустить. Поэтому... Поэтому давай пока закроем. У меня есть одна мысль. Вот смотри, чисто вот по логике, да? Такой вот болгарочкой можно... Ну, это не болгарка, конечно, но тем не менее. Можно пилить дерево. Но дерево мне не надо. У меня засов уже как бы есть. А что я могу? У меня остался календарь. Там типа часть кирки, да? Вот здесь еще ящики есть. Вот! Кусачки, блядь! Хорошо, что я увидел. Тут что-то я взял? Я что-то взял? Мне показалось. Так. Хорошо. Все, окей. Ладно. Побежали. Побежали. Ох, как прет, блядь! Нормально. Нормалек. Эти кусачки точно сюда. О! А это часть кирки номер А. Цепь не надо забрать? Что это за хуйня? Блядь. Опа! Опа! Опачки! Опачки! Маленькие жопочки! А смотри! Чертеж! Вот! Я положил сюда, получается, саму зубило это. Дубило. Зубило. Зубенко. А здесь надо как-то... А как-то отколоть шляпу? Может, реально пилой? Так, подожди, подожди. Если сейчас какая-то хуйня произойдет, давай я... Нет, 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 нет. Стоп. Давай закроем сначала дверь. И давай обесточим ее. Ну, типа как бы что? Он же, наверное, палит все это демо. Я могу это как-то... Ломом. Ломом, блядь! Да. Да, красавчик. Красава. Молодец. Так, у нас есть кирка. Вот этой киркой, как в Майнкрафте, мы, типа, должны, наверное, выдолбать. Я так понял, да? Мы должны там выдолбать. Ну, пошли посмотрим. Подожди, а засов нахера нам надо? Вот есть место, типа, куда можно положить его. Точно. А, блядь! Так это очень просто. Получается. То есть, я сейчас буду там долбить. Он от этого, понятное дело, сразу там 20 секунд дается. Типа он прибегает сюда. Я же за 20 секунд не успею смыться, правильно? Иди, знай, что там были за херня дальше будет. То есть, плакат. Давай зависим. Можно? Вот! Все, нормально. Так, это есть. Пилон у меня не находил. Пилка по металлу. Подожди, а я же туалет еще не открыл. Да, точно. У меня же еще, получается, там туалет есть. Он открой. Здесь надо просто понять, какая должна быть последовательность. То есть, как он тебя ловит, в какой... Если я сейчас буду ломать. Вот это надо открутить. А у меня нечем, у меня нет отвертки. Могу ебануть. Давай, пожимать! Что это за шум? Блядь! Сука, 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 сука! Закрывай, пожалуйста! Так, что у нас? Быстро, быстро, быстро соображаем. Все нормально? Все заебись? Он же не пойдет проверять. Слышь, он типа... Закрой ты тут дверь, дебил, блядь! А там же дверь... Он уже заходит, я слышу. Оно шумело в туалете. То есть, он проверяет здесь локально. И туалет не заходит. А, блядь, засов! Идиот! Ой, дурак! Ой, дурак! Можно я заберу? Да, черт! Ладно, хоть с тобой. Я рано... Я ж не знал. Ну, я ж реально не знал. Я что-то рано засов, походу, бахнул. Сейчас он выломает. Или нет? Ну, держись! У-у-у-у! Я проиграл! Так, значит, мне пришлось там переиграть, потому что, ну, типа, нас спалили. Мы сделали не так нужную комбинацию. То есть, этот засов, как я понял, надо было использовать чутка по паже. Но, так как предметы здесь выпадают рандомно, значит, надо проходить дальше. Смотри, вот то, что мы должны были сделать. И здесь часть кирки номер А. Сейчас мы ее сюда всандаливаем. Делаем вот так. Но у нас еще пилочка. То есть, как бы, все равно надо с раковиной что-то же делать, правильно? Нет. Так. Твою же мать! Да! Дерьмо, а! Надо успеть. Надо закрыть вот так. Закрывай, сука, свет вырубаем. А что, мы открывали что-то где-то делали? Нет. Все. Идем в клетку. Закрываемся. И сидим-ждем. И сидим-ждем, короче. Так. Ну, вроде пока нормально. Вроде пока окей. Надо найти кусачки. То есть... Что ты, блядь, мне принес? Это пожрать он нам принес? Что это такое? А-а-а! Вот мои кусачки! Прикольно. То есть, в тот раз мы нашли их так... Ой, блядь. Нос чешется. Это не к добру, братишка. Давай. Что-то здесь не так. Что же интересно, блядь? Ковер грязный или что? Пойди потрогай клетку. Возьми, потряси ее. То есть, он, получается, услышал шум. Я бы, наверное, просто... Если бы у меня так сидела жертва, я бы проверил, бы заперта ли клетка в первую очередь. И потом бы проверял. Ну, нахер это надо? Он реально принес кусачки, прикинь. Ты представляешь, как это работает? Здесь, короче, есть рандом. Это круто. Это хорошо. То есть, как бы реиграбельность. Плюс другие персонажи должны, я так понял, появиться чуть-чуть попозже. Так, вот это вот давай, раз. Вот это открывай. Опа! Вот, тебя, родной, во второй раз мы так использовать нагло не будем. Что там? Там ничего не было. В смысле? Что за говно? Может, тебе ебануть надо чем-то, блядь? Молотком каким-то жахнуть. А вода сошла, но здесь типа ничего нет. А что здесь? Давай посмотрим. Это Макс? Что это? Рычаг. А, вот этот лифт. Вот этот лифт. Это типа, как, знаешь, в прачечных больших домах. А между этажами, чтобы белье не таскать, типа, можно было так милишку туда загонять. Типа, лифт для прачечной. Бля, это Макс реально? Ни хера себе. То есть, он здесь сидел. А что ему мешало как-то попытаться там слезть? Не знаю. То есть, он просто помер. Хотя, ты знаешь, мне кажется, что, в принципе, наверное, я все сделал. А то, что от меня зависело. Так. Я только не понял, где мы что распилить должны были. Так, это мы открываем, смотри. Сейчас мы все продумаем с тобой. Хитро будет, блядь, хитро. А сейчас, то есть, получается, я могу вызвать лифт. И там использовать, наверное, рычаг, да? То есть, я могу уже сделать засов тут. И нажать лифт. Как это нет питания, блядь? А, все. Нет, в смысле? Как это, блядь, нет питания? Ты что, морешь? Нет. А, во, работает. Быстро, блядь, быстро, нахер. Быстро, сука, сядь. Давай. Так, мы выбрали рычаг. То есть, в принципе, пока он выбьет, у меня какое-то время вроде есть, да? Нихуя себе лифт, блядь. Такая-то пыточная камера. Это точно лифт? Давай, давай. Ты бы, ты бы, быстрее, блядь. Сейчас окажется, что там, наверное, уже другая жертва пыталась. Макс же пытался. Макс же не последняя жертва маньяка, да? Маньяки тем и отличаются, что у них... Блядь. Мне уже ссык, ну, нахуй. Ладно. А это только первый перс. Дальше, типа, больше. Давай, быстрее! Дурак, блядь. Быстрее, пожалуйста, быстро. Ставь эту хуйню. Давай, молодец. Фух. Фух, нормально. Нормально, нормально. А где пила должна была быть? Чё-то я не понял. Чё мы должны были пилить? Ай! Заснигаются дураки. Где ты, чёрт возьми? Я здесь. То есть, получается, смотри, лифт опускается медленно. Он мог бы, наверное, как-то цепить и схватить, или там перемкнуть. И просто нас здесь закрыть, то есть забрикадировать. Мы хер бы отсюда вышли. Ну да, ну да. От проклятого слышу! Можно было так ему сказать. Короче, я опускаюсь. В воду. Это не есть хорошо, наверное. Так, ладно. Может быть, дальше там какая-то цепь на выходе. Вон выход, кстати. Там кто-то есть? Там какая-то клетка. И там, походу, девчонка. Заперта на ключ. А у меня только пила. Блядь, тут такие двери эти ветхие. Можно было выломать. Малая, я тебя спасти не смогу. У меня нет ничего для этого. Я так нагло, хитро, короче, спасаю свою жопу. Метелька. Все, вы сбежали от маньяка. Время прохождения 16 минут. Ну, типа, мы первые играли минут 20, наверное, и тут 16. Нормально, ставить отзыв, продолжить. То есть, смотри. Это мы играли за Аллана. Потом это, видимо, была либо Адель, либо была Эмили. Ну, скорее всего, наверное, это Адель, потому что, типа, она тоже находилась в подвале. Это интересно. А было бы круче, наверное, сделать кооператив, да? То есть, ты, допустим, играешь за Аллана, а твой друг за Адель, подруга. И вы должны как бы на время, то есть, кто первый от маньяка выберется, и в этом коридоре, где был лифт, типа, там встретиться. Вот такие вот дела. В общем, у нас был сегодня понедельник. Сегодня у нас хорроры. Поэтому я надеюсь, что было не очень страшно, но, в принципе, игра интересная. Мне понравилось. Поэтому будем ждать продолжения. Будем ждать новых уровней. С вами был Брэйн. Не скучайте. Всего хорошего. Удачной недели. Пока-пока.